Стоит такой красивый, нам глаза мозолят, давайте все-таки сделаем обзор на этот костюмчик от бренда Рэмбо. Горка это такая, во мхе. Начать, наверное, состоится с расцветки, это мох. Вообще их будет у нас несколько, можете на сайте посмотреть на все расцветки, но сразу скажу, из-за актуальных событий мох расходится очень быстро. Уже нескольких размеров нет, успевайте. И второй момент в пользу этого, какое у меня освещение, как будто бы я фильм ужасов снимаю. И второй момент по поводу цены, на него сейчас, на эту горку скидка 26%, вместо 4 тысяч, он стоит, по-моему, 3 тысячи. В общем, успевайте, господа. Начнем, как полагается, с головы. Стандартный такой горковский капюшон, что интересно, кстати, обычно они сюда лепят такой а-ля козырек. Вот на моей горке это так, и он вообще неудобный, он как-то уродско выглядит, во-первых, во-вторых, он как-то болтается и, не знаю, выполняет он свою функцию или нет, но, в общем, он не нужен. Здесь от него избавились и, слава богу, капюшон будет подтягиваться костяшками, ну, в принципе, ничего нового вы не увидите. Карманы, которые у нас находятся на кителе, 2, 3, 6, на самом деле нет, их не 6, их 8, потому что есть еще скрытые карманы, нагрудные, да, ну и вот стандартные, то есть это все разные. Особые трусишки могут сюда подсовывать какие-нибудь кевларовые пластины, ниты, нити, еще что-нибудь. В общем, можно грудную клетку укрепить, если там врываешься в бой, и ты такой супер штурмовик, не дай бог, конечно. По замкам, по крепежу, ну, то есть, как это все будет, верхний клапан, ветрозащита, он у нас встает, не встает, а застегивается на пуговицы, а сам китель застегивается на молнию. Молния пластиковая, кстати, неплохое качество, на фурнитуре здесь они явно не экономили. И да, еще интересный момент, такой необычный, с кнопками сейчас его, с кнопками, с какими кнопками-то, с пуговицами, давайте я его как-то покажу, обозначу. Для начала не понял вообще, в чем прикол, в общем, пуговицы здесь двигаются. Но, как я понимаю, это необходимо для того, чтобы, когда вы застегнете, у вас будет меньше стягивать грудную, особенно там ремни, разгрузка, еще какая-нибудь беда, спокойно пуговица будет догулять, то есть правая часть относительно левая, грубо говоря. И так гораздо приятнее, в общем, все эти кители носятся, одежду не перекашивает, поясница не задирается, не застужается. Не самая сложная технология, но внимание деталям радует. Еще в глаза, наверное, бросается наличие здесь велкраду, это для группы крови, к примеру. Самая интересная часть. Тут имеются у нас лямки, кстати, скажите, вот классическое решение, да, в дешевеньких всяких горках, горках стандарта. Они обычно на пуговицах, и это логично. Пуговица маленькая, где-то она там у вас будет подстегнута, и не будет вам мешать, в отличие от довольно крупного фастекса, как видите. То есть он может из-за наличия какого-то навесного на вас оборудования где-то куда-то упираться, втыкаться. В принципе, это не критично, если такая проблема появляется, фастек снимается и пришивается пуговица. Проблем нет, но, в общем, скажите, по опыту фастекс, ну, у кого горка на фастексе, мешает или нет? Потому что мне кажется, у меня другая горка мешать будет. Ладно, идем дальше. Здесь стандартная молния, думаю, расстегивать нет смысла. Пуговица молния, все застегивается, все круто. Про верх забыл упомянуть. Пуговиц у нас на манжетах никаких нет, что, наверное, хорошо. Карманы здесь будут наклонные, то есть в него будет проще подлезть. И имеются резинки, для того, чтобы все меньше задиралось, был меньше профиль, в общем, носить с резинками проще. Такие же резинки у нас по бокам, для того, чтобы это не топорщилось. Такие же резинки у нас будут находиться под задней стороны колена. Кстати, любопытный момент, что термина, любослова, которое это обозначает ни в английском, ни в русском языке, нет. К чему это я? Так, и сверху здесь у нас также имеются эти специальные резинки. В общем, видно, что костюм технологичный, много каких-то интересных деталей, интересных вставок. Кстати, ткань не отметил, ткань такая очень мягкая, мягкая хэбэшечка, я так понимаю. Так, ну и, разумеется, для укрепления, крой сложный, там, где критически важно, дополнительные слои ткани, более плодные, как я понимаю, более толстые. Так, чтобы это все не протиралось, особенно вот это видно на примере нижней части, где локти. Так, и давайте уже закончим с нижней частью, со штанами, помимо того, что... Подними-ка руку, брат. Помимо того, что есть резинка, есть петли под ремень, далее карманы боковые, коленная, да, вот эта резинка, ее отметил, и антиэнцефалитка. Вообще, она не по прямому назначению, антиэнцефалитка, просто меньше снег попадает, меньше вода, если болотная, там, трава, тина и всякая такая грязь. Ну и напрямую от всяких насекомых она действительно защищает, и она здесь имеется. И да, кстати, забыл отметить, что обычные боковые брючные карманы здесь тоже имеются. И, кстати, еще хочу вам зазумить, вот именно насчет ткани, посмотрите, вот я честно могу визуально, да, как-то определить на видео примерный уровень качества. То есть, прям, даже вот пуговки, ну, я-то только эмуфляж может, знает, да, подрезать надо, даже в этих моментах, очень плотно. Ну, то есть, я руками прорвать ничего не могу, ничего не распушается, ниточки где-то болтаются, но ткань, правда, мне кажется, носиться должна отлично. Кстати, у кого Рэмбо, вот этой новой редакции, Рэмбо, вот эти горки у нас были, стоили они подешевле, где-то две с половиной, без скидки. Они такие, ну, не говененки, но где-то там на штанах у нас ребята носили, разошлись. Я думаю, сейчас такой проблемы с этой горкой у нас не будет. Вот, как я уже и сказал, скидка 26%, плюс сюда наслаивается еще и наш промокод. Используйте и ждем вас в наших социальных сетях, в Телеграме, во Вконтакте. Welcome to the club, buddy.